Всем привет, дамы и господа! Сегодня я вам расскажу о кресле. Эта компания появилась в ассортименте мира автокресел. И называется она Avowa. Моделька называется у нас Starfix. Это немецкая компания. И она не случайно появилась в ассортименте мира автокресел магазина, потому что это достаточно сильный игрок на европейском рынке. И по большому счету особо они не уступают по качеству изготовления, по безопасности, по технологиям. Известным очень брендам, сами понимаете каким, если изучаете сейчас рынок, понимаете о каких брендах я говорю. Поэтому очень достойный вариант. Сегодня мы с вами его рассмотрим. Это кресло у нас категории 2-3. Это со 100 сантиметров до 150 сантиметров роста ребенка можно использовать это кресло. И соответственно это где-то с 3-4 лет, ну плюс-минус смотрите, в общем когда ребенок, вот будет у него рост 100 сантиметров, можно соответственно сюда усаживать. По безопасности давайте в двух словах расскажу. Это кресло имеет сертификацию iSize R129 так называемый. Это очень высокий уровень безопасности, требования у них очень высокие, стандарт такой, знаете, уже выше некуда. И кресло, если соответствует iSize стандарту, то по-любому можно доверять ребенка. Сощищает оно очень хорошо. Также у нас здесь есть дополнительная система гашения удара при боковом ДТП. Она называется iSip, по-моему. Да, iSip, это установленная дополнительная такая система гашения удара вот здесь по бокам спинки. Вот, ну короче говоря, по безопасности здесь все хорошо. Что касается материалов сразу, о комфорте вначале давайте поговорим. Материалы здесь используются тактильно приятные. Я бы не сказал, что это какая-то мега дорогая ткань. Она используется, похожая ткань, 90% вообще кресел на рынке. Вот, она хорошо себя зарекомендовала такая ткань тем, что она долго служит. Она не теряет долго товарный вид. Нормально дышит летом. И она достаточно мягкая. Если мы сейчас вот понажимаем, вот смотрите, очень мягкая спинка. Вот настолько мягкую спинку, на самом деле вы редко где увидите. Вот по комфорту, посадке здесь очень хорошо. Мягкий достаточно подголовник, очень мягкая спинка и достаточно мягкое сидение. Но самое мягкое здесь именно спинка. Реально прям как перьевая такая подушка. Вот, в общем с комфортом разобрались. Что касается наклона, давайте сразу о комфорте продолжим. Есть свободный ход вот спинки, видите. Вот, дальше вот этого щелчка уже нельзя. Соответственно, эта спинка примет положение сидения автомобильного. Вот ваше кресло автомобильное как наклонено, так оно и пойдет. Но только вот до фиксатора, который вы слышали. Вот, челкнули. Дальше уже нельзя делать, потому что это вы нарушите всю систему безопасности. Ремень здесь проходит... Мы уже пристегиваем ребенка взрослым ремнем. Если мы наклоним сидение еще дальше, ремень у нас попадает на горло. Это очень опасно. Давайте заодно и посмотрим, как можно зафиксировать ребеночка. Все так же, как и в автомобиле пристегивается взрослый человек. Вот вам это хорошо видно. Регулируйте подголовник обязательно. Таким образом, чтобы... Вот здесь голова, плечи и, соответственно, вот это расстояние от подголовника до плеча было не больше двух пальцев. Если вы сделаете выше, то ремень будет на горле. Это очень опасно. Поэтому не пренебрегайте правилами эксплуатации кресла и делайте именно так. Ниже тоже не стоит, потому что ребенку давить будет. Вот два пальчика проходит вот здесь. Все, достаточно. Это вы сделали все правильно. Это сидение имеет возможность крепления в автомобиле с помощью системы Isofix. Isofix не во всех автомобилях есть, но в 90% случаев он есть. Я не беру какие-то там отдельные случаи. Всякое бывает, но в большинстве автомобилей есть. Но даже если нет, вы можете просто поставить кресло, вот как я сейчас пристегнул автомобильным ремнем. Вот так можно пристегнуть в автомобиле. Если у вас там временный автомобиль или вы собираетесь в дальнейшем поменять его, не переживайте. Пока можно эксплуатировать так, а потом уже на Isofix пристегивать. Так, смотрите, что касается Isofix. Чтобы его выдвинуть, здесь вот нажимаем кнопочку и выезжает. Isofix у нас гибкий. Я имею в виду, вот видите, гибкость в чем он так вот регулируется, имеет ход. И это нужно для того, что автомобили абсолютно разные. Isofix в автомобилях расположен под разным углом. Соответственно, если бы он был такой жесткий и никуда не двигался, и поставить такие кресла в автомобиле, это прям еще та задачка. А в этом случае спокойно берем, поставили и все. И смотрите, вот у нас появляется вот этот вот ход. И благодаря вот этому ходу мы можем немножечко... Небольшой маневр у нас появляется для наклона. Чем мы дальше отодвинули, тем больше у нас отодвинулась спинка. Тем самым больший наклон для ребенка мы имеем. Вот, соответственно, отодвинул. Ну, здесь автомобильное такое демокресло под 90 градусов, поэтому большого наклона здесь вы не увидите. Ну, суть вы поняли. Спокойно вот регулируем и едем. Бодрствует ребенок, можно просто поставить, пускай сидит. Подзаснул, вот так раз, все, спокойно едем. Кстати, что касается ухода за этой тканью. Стирать лучше... Вообще бы я рекомендовал стирать вручную, чтобы не было у нас проблем с тем, что ткань сядет. Многие не задумываются. Кинули его в большую обычную стирку, там на час, достают, а кресло уже нельзя натянуть на кресло, этот материал. Она сядет. Поэтому до 30 градусов, если в машинке или вручную в теплой воде простернули, одели обратно. И тогда проблем у вас не будет. Кстати, что касается посадки. Относительно недавно появилось кресло. И я, ну, детей, может быть, там 10 мы померили, плюс-минус в этом кресле. И смело могу сказать то, что оно вообще не уступает по посадке никаким брендам европейским, да каким угодно. В принципе, по посадке у меня претензий нет. Достаточно длинная сидушка. Ну, можно было бы капельку длиннее, но она, в принципе, стандартная. Поэтому 99 детям из 100 будет здесь нормально. Поэтому по посадке вообще претензий у меня нет. Вот. Ценник на кресло. Он абсолютно не дешевый, потому что это кресло достаточно высокого уровня безопасности. Сам бренд достаточно неплохой. И ценник такой, знаете, почти самый высокий, можно сказать, на рынке среди себе подобных конкурентов. Так как здесь почти практически все технологии использованы по безопасности, которые сейчас на рынке есть. И оно дешево стоить не может. Плюс это немецкое кресло. Тут прямо написано Made in Germany. Поэтому Германия. Поэтому немцы никогда не были дешевы. Собственно, достойный вариант. Как вариант, обязательно рассмотрите его при выборе кресла. Приезжайте в мир автокресел. Посадите. Убедитесь в том, что я вам сейчас рассказал. В том, что кресло действительно неплохое. Мне оно нравится. Цена чуть ниже топчиков других немцев. Поэтому очень даже можно сэкономить немножечко денег и получить практически самый жир на рынке. Вот, собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Если вам обзор был полезен и интересен, вы для себя подчеркнули что-то в этом обзоре, то ставьте, пожалуйста, свой царский жирный лайк этому видео. Подпишитесь на канал. На колокольчик тоже нажмите, чтобы уведомления получать о новых видео. Это очень помогает развитию канала на самом деле. И буду признательен, если вы это сделаете. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго. Удачи на дорогах.